Привет! Сегодня рассмотрим тестовое задание, в котором нужно было сделать модальное окно. Главной целью этого задания было сделать что-то вроде плагина, который было бы максимально легко использовать. И как мне кажется, кандидат справился с этой задачей очень даже неплохо. Как только у вас возникнут идеи по улучшению, напишите в комментариях. У меня была вот такая верстка из одного из прошлых роликов, и я решил добавить этот плагин в нее. Это не составило большого труда, понадобилось только подключить стили и файл скрипта. Рассмотрим сперва верстку и как она устроена. Начинается все с основного блока. Он будет поверх всех окон и с фиксированным положением. А также будет слегка затенять основной контент. Далее идет контейнер, он уже будет белого цвета, сдвинут по центру. Внутри блока с классом ModelBody все содержимое окна, включая заголовок, кнопку закрытия, контент и блок для кнопок. Внутри ModelBody будет сделан отступ внутрь. Это поможет позже, когда мы захотим отобразить окно красиво на мобильных устройствах, чтобы текст не прилипал к краям. Кнопка закрытия спозиционирована абсолютно в правый верхний угол. По умолчанию сам блок с окном будет скрытым и появится только при добавлении класса Visible. И чтобы была возможность анимировать появление и скрытие, будем использовать такое свойство как Visibility. И для исходного класса поставим прозрачность на 0, а для видимого на 1 и добавим Transition. Но просто оставлять появление с прозрачностью я не хотел. Поэтому анимировал блок ModelContainer. Он как раз отвечает только за эту белую область. И на нее можно назначить что угодно. Я где-то видел такое трехмерное появление. Там используются искажения перспективы, сдвиг вниз и кручение по оси X. Как по мне, попробовать можно. Надеюсь, это не перебор. Итак, в чем же состоит легкость использования? Во-первых, чтобы его использовать, нужно всего лишь определить объект модального окна и передать ему параметры. Это селектор, в котором хранится контент, заголовок, идентификатор будущего модального окна и селектор кнопки, которая будет вызывать его отображение. То есть у нас есть на странице кнопка, нажатие на которую отобразит окно. Также, чтобы можно было принудительно закрыть модальное окно, плагин возвращает методы height и show. А в верстке хранится только контент, который нужно будет отобразить. Итак, с чего же все начинается? Во-первых, мы получаем какие-то опции или параметры, которые были перечислены выше. У нас есть также опции по умолчанию, и мы их сливаем в один объект. По-хорошему, нужно, конечно, добавить проверку, чтобы все необходимые параметры были заполнены. Но для такого небольшого задания и так сойдет. Полировать его можно бесконечно, сами понимаете. Код условно разбит на несколько частей. Первое – инициализация модального окна. Второе – добавление обработки кликов и действий. И третье – это инициализация обработки отображения окна. У нас есть некий шаблон, в котором мы будем подставлять все необходимые значения. После этого строку преобразуем в HTML элемент. Это нужно, чтобы была возможность получать внутренние элементы по селекторам и навешивать на них события. Клики, нажатия клавиш. Далее нам нужно удалить оригинальный контент из основной части, так как он уже вставлен в модальное окно. Это позволит работать, например, с обработкой кликов внутри этого контента. Или корректно работать, если внутри есть какие-то элементы с идентификаторами, то есть у которых указан атрибут ID. Как мы знаем, в дом-дереве не должно быть двух элементов с одинаковым значением этого атрибута. Окей, модальное окно мы получили. Все лишнее удалили. Настало время обрабатывать его события. Во-первых, появление. Здесь для контейнера добавляется класс Visible. И в таком случае блок становится видимым. А для тега Body – Model Visible. Он запрещает скролить основной контент. Это удобно. Вообще, сперва прошла мысль, почему он не использовал добавление класса только для тега Body. Но потом дошло, что модальных окон может быть несколько на этой странице. И в таком случае они бы отобразились все. В общем, хорошо, что ставятся классы для двух тегов. Для скрытия окна просто убираем эти классы. Также тут есть крестик для закрытия окна и кнопка. Они должны просто вызывать закрытие. Оно также происходит при нажатии на клавишу Escape. Это ведь удобно и интуитивно. Это плюс. И на этом этапе в качестве результата вернем функцию скрытия и отображения. Их будем использовать дальше. Как раз функция обработки нажатия на кнопку отображения. Ее мы могли бы и вне плагина сделать, но так количество кода для конечного использования становится меньше. Туда просто передадим функцию и пусть она внутри там вызывается в виде коллбека. Для отображения на мобильных устройствах в моем прошлом задании уже был кусок стиля. Скопируем этот запрос в плагин. И при таких условиях пусть контейнер просто отображается на всю ширину. Вполне неплохо. Как видите, для тестового задания кандидат справился отлично. Доработки были минимальными и необязательными. Кстати, если у вас есть какие-то тестовые задания, напишите о них в комментариях. Либо рассмотрим, либо попробую их сделать тоже. А вот здесь можно посмотреть ролик, в котором я добавляю анимацию для этой страницы с помощью библиотеки XAP. Посмотрите его тоже. Спасибо.